всем добрый день сегодня у нас опять небольшая распаковка а нет у него большая распаковка на этот раз роутер будем рассматривать один уже роутер мы рассмотрели где-то года два-три тому назад и это был Zyxel Kinetic Extra 2 была практически такая же упаковка за исключением одного момента то есть она где-то меньше в 1.2 в 1.3 раза чем представленная данная упаковка для чего понадобился данный роутер это для того чтобы обеспечить гигабитную сеть и помимо гигабитной сети здесь есть Wi-Fi протоколами IC со скоростью 2600 мегабит в секунду как здесь написано здесь скорость суммируется здесь 800 для первого диапазона Wi-Fi 2.4 гигагерца а все остальное оставшиеся 1700 это непосредственно идет для второго диапазона Wi-Fi а именно 5 гигагерц для того чтобы обеспечивать достаточно хорошим интернетом сопутствующие гаджеты для того чтобы их использовать непосредственно внутри помещения что из себя представляет данный интернет-центр единственный минус сразу же хочу сказать ввиду того что Zyxel и Kinetic они разъединились Zyxel сейчас в основном работает с зарубежными представителями а Kinetic непосредственно это российские производства только единственно роутеры изготавливают в Китае а непосредственно всю программную начинку делают непосредственно в России чем хороши эти роутеры тем что они приспособлены для российских условий достаточно хороший адекватный веб-интерфейс при настройке данного роутера и также есть очень хорошее мобильное приложение для того чтобы также настраивать этот роутер что из себя представляет коробочка вот коробочка такая вот достаточно большая семейство кинетиков это самая высшая модель называется ультра чуть поменьше это гига единственное отличие от этой части там единственно Wi-Fi немножко поменьше тоже протокол IC только до 1200 мегагерц используется в коре есть еще одна ниша такая же топа роутер это Viva единственное тоже отличие отсутствует уже порт оптоволокна для того чтобы подключать и также отсутствует один разъем USB а именно USB 3.0 данном роутере как вы видите приспособлен для различных сетей как Wi-Fi сетей так и интернет кабельное подключение до 1 гигабит в секунду дальше есть здесь порт для подключения оптоволокна но единственное то есть оптоволокно скорее всего сюда провайдер не подключен он единственно ставит свою коробку уже от этой коробки будете разводить непосредственно к этому роутеру так что в основном данный порт бесполезен дальше здесь есть два USB порта а именно USB 2.0 и USB 3.0 причем USB 3.0 обеспечивает до 95 мегабит в секунду скорости чтения дальше и стандартные уже файловые сервера различного типа как для сетей Windows так и для сетей Apple дальше также здесь есть торн клиент единственный его недостаток в том что здесь ограничены скоростью 50-60 мегабит в секунду и никак вы это исправить не сможете есть здесь защита от различных угроз в том числе и родительский контроль если вам необходимо все это настраивается непосредственно как в приложении так и непосредственно самом смартфоне то есть вы можете отрезать весь тот трафик который идет если хотите ограничить какой-то доступ родительский детям и здесь прекрасное мобильное приложение как для андроида так и для iOS прекрасно в нем все управляется причем управляется полностью теми элементами роутера для того чтобы настроить и обеспечить необходимую вам связь как проводную так и для Wi-Fi Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк сервисом Letyshops это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от Letyshops ссылка в описании так что из себя представляет коробка вот здесь она представлена вашему вниманию лицевая сторона дальше обратная сторона здесь более подробно все расписано кого это все заинтересует могут делать паузу и прочитать внимательно а может быть даже я вставлю необходимые данные непосредственно видео вот такая вот коробка давайте ее вскрывать внутри у нас находится патч корт Ethernet категории 5E дальше блок питания на 12 вольт 3 ампера и длиной около метра идет и непосредственно сам интернет центр и плюс еще документация для подключения все на русском языке вот что у нас представляет себя роутер 4 антенны не съемные который может устанавливать различным способом как хотите для того чтобы сделать уверенный прием дальше здесь у нас есть соответствующие индикаторы это включение роутера подключение непосредственно к интернету вашего провайдера это работа функциональных клавиш дальше Wi-Fi работающий демонстрирует нормально и включение Wi-Fi подключение на задней стороне у нас 4 порта проводного подключения LAN непосредственно разводки внутри квартиры снизу порт валом для подключения оптоволокла но еще раз повторяю оптоволокла провайдер подключает обычно к своей коробке непосредственно внутри вашей квартиры редко кто будет сюда подключать дальше сброс до заводских настроек или перезагрузка принудительная и непосредственно разъем подключения снизу у нас имеется во-первых разъемы для настенного крепления вашего Wi-Fi роутера чтобы это вы могли сделать и при помощи вот кстати видные винты эти два винта откручиваете и в результате при помощи специального инструмента можно скрыть верхнюю крышку и получить доступ непосредственно внутрь этого интернет-центра с этой стороны у нас ничего нету с этой стороны два разъема один USB 2.0 другой USB 3.0 и функциональные клавиши один раз нажать быстро два раза нажать быстро и длительное нажатие можно задать различные функции при помощи этих функциональных клавиш и подключение соответственно к этим разъемам различных устройств в том числе модемов внешних USB дальше подключение принтеров и так далее подключение жестких дисков при помощи различных устройств как внешних так и например как у нас был 5 дисковой DAS система это Ольга на моем канале все желающие могут посмотреть и увидеть данный интернет-центр нужен для того чтобы ну во-первых получить гигабитную сеть как он показано непосредственно сверху на крышке при помощи этой наклейки конечно недостаток это то что разбежались кинетики из Excel и то что сам интернет-центр белого достаточно цвет достаточно марки хотя более современный цвет непосредственно для современной компьютерной техники ну все к этому идет начали сделать белую технику серебристую весь соответствующие сопутствующие производители начали постепенно применять эту экосистему сейчас мы этот интернет-центр подключим посмотрим что из себя представляет веб-приложение хотя она стандартная для всех роутеров кинетик причем от самой младшей модели до самой старшей модели причем в моем интернет-центре Zyxel Kinetic Extra 2 применяется то же самое программное обеспечение а не Zyxel а именно Kinetic достаточно все хорошо видно доступ ко всем функциям достаточно обширный и вообще одна из лучших проработок программного обеспечения для того чтобы настроить под все ваши нужды данный интернет-центр не только этот но и более младшие модели старшие кстати вот эта модель верхняя самая старшая модель это Ultra ниже идет Giga отличие только в беспроводном обеспечении если здесь идет протокол IC 2600 то там IC 1200 и есть еще одна низшая модель это Viva Kinetic там уже без во-первых разъемов по оптоволокну который не нужен и вторая часть отсутствует USB 3.0 ну а это достаточно нужная вещь потому что черт повторяю тени там совершаются до 95 мегабилит в секунду то необходимо если вы используете медиа-центры и по сети просматриваете соответствующие фильмы а именно если это у вас Full HD изображение то без проблем справляется USB 2.0 а вот уже более тяжелыми файлами такими как Blu-ray даже например Full HD 3D USB 2.0 уже не справляется и он немножко подтормаживает поэтому мы необходим USB 3.0 чтобы просматривать и соответственно 4К изображение тоже с хорошим битрейтом можно использовать непосредственно при помощи USB 3.0 итак давайте сейчас подключать данный интернет-центр и посмотрим что из себя он представляет и протестируем с несколькими объектами тем более у нас здесь на канале есть две карточки новая одна подходит более младшему диапазону там используется IC 866 мегигирс и есть более новая карта которую мы установили также в ноутбук как и первую она как раз для сети протоколом AID и там уже скорость приблизительно такая же на IC и проверим как эта скорость будет здесь взаимодействовать давайте подключать смотрите что у нас получится давайте посмотрим веб-интерфейс роутера Kinetic Ultra изначально вам предложат поставить пароль но ввиду того что я уже его ввел автоматически запомнила то есть себя представляет стандартное окно системный монитор здесь отображается основная информация по приему и отдаче дальше какие сети и так далее подключены или какие-то жесткие диски и тому подобное и показано подключение и внизу показывается система принцип работы сколько процентов загружена память и процессор в том числе указывается есть ли новые прошивки также можно посмотреть трафик который идет определенное время также указывается запоминается в системном мониторе здесь можно различными способами подключиться в том числе и проводное то есть достаточно все просто делается достаточно дальше указать соответствующее имя и пароль для того чтобы войти в то или иную и подключиться непосредственно к серверу провайдера для получения интернета здесь можно подключить мадам внешний USB дальше если есть у вас специализированный модуль DSL который приобретается отдельно то есть и это можно сделать дальше различные способы беспроводного подключения и здесь можно подключить VPN дальше и приоритеты подключений то есть здесь вы можете указать сначала например если у вас есть помимо проводного подключения провайдера еще и модемное подключение то в случае обрыва как резервную связь можете сделать модем чтобы у вас не было разрывов дальше список устройств стандартные Wi-Fi которые подключены здесь может быть как зарегистрированные так и не зарегистрированные устройства дальше показывает домашнюю сеть какие подключения существуют гостевую сеть показывает то есть можно задать соответствующие параметры показывает Wi-Fi система если у вас есть несколько кинетиков то их можно объединить в общую систему для того чтобы покрытие было максимально то есть вот у меня уже есть 3 кинетиков правда один уже эрбописпсодном состоянии имеется ввиду то что еще один момент то есть он был за экселом а второй хоть он и за эксел кинетик экстра 2 то есть его также можно подключить непосредственно поднимаешь систему и тем самым покрывать полностью всю вашу квартиру дом интернет фильтры то есть вы здесь можете задать различную фильтрацию стандартных систем и вести те или иные ограничения для использования межсетевой экран то есть можно задать определенные условия переадресации порты можно переадресовать дальше маршрутилизация указать какие маршруты у вас существуют и если вы хотите создать непосредственно доменное имя то есть сейро чтобы получать доступ снаружи к вашему интернет центру то есть здесь можно задать определенные условия так и контроль доступа тоже здесь можно определить и задать определенные условия для подключения и последнее меню это управление здесь общие настройки указывается какой тип прошивки здесь можно выбрать те или иные компоненты которые необходимо установить для того чтобы получить те или иные подключения либо протоколы в том числе здесь есть и как говорил торрент клиент но я его не установил ввиду того что здесь максимальная скорость всего 50-60 гбит в секунду ограничения поэтому лучше пользоваться внешними клиентами как вариант можно установить задачи задания и он будет скачивать постепенно все те файлы которые вы сюда установите ничего сложного нет это в веб-интерфейсе все происходит можно задаваться и загружать или иные файлы единственное неудобство то что скорость ограничена задать можно различные существующие кнопки вай фай можно определить что конкретно в первом случае она будет делать во втором случае двойное нажатие либо длинное нажатие точно также про функциональные кнопки которые размещены рядом с портами USB можно тоже задавать при различных нажатиях данной составляющей также здесь можно задавать непосредственно порт и подключение конкретно и в автоматическом режиме все это вас будет выбирать и также можно порт первый переназначить на USB 2.0 кнопка перезагрузки вернуться к заводским настройкам если вам необходимо задать эти параметры по часам а вернее здесь может быть либо точка доступа либо роутер то есть адаптер усилитель ретранслятор точка доступа и USB носитель а именно жесткий диск внешний здесь пользовательный доступ при наличии ограничить можно и диагностика различного подключения в том числе и журнал и соответственно выйти давайте сейчас рассмотрим как у нас взаимодействует карточку в которой мы установили Wi-Fi ноутбук Toshiba Satellite A661EN и обновленный роутер Kinetic Ultra слева как обычно будет представлен на программу стандартная AIDA 64 Extreme справа это браузер Chrome в котором у нас отображается текущие скорости подключения на прием и отдачу через интернет соединение с провайдером тарифный план 100 мегабит в секунду и так смотрите где будут отображаться все характеристики и давайте сейчас еще раз запустим тест этот тест был запущен во время простоя сейчас мы пишем видео и сейчас мы пройдем второй тест давайте еще протестируем одну карточку которая была установлена непосредственно ноутбук Toshiba P300226 и которую мы тестировали в виде видео на моем канале сейчас давайте протестируем эту карточку непосредственно новым роутером Kinetic Ultra как будет вести себя эта карточка до этого я провел этот тест и получил следующие скорости и сейчас во время записи то есть я заново запускаю этот тест и смотрим все замеры скорости происходили в одной и той же точке как во время тестирования карт модулей wi-fi так и сейчас во время тестирования этих же модулей и непосредственно уже взаимодействие с новым роутером Kinetic Ultra давайте рассмотрим работу с файлами при wi-fi соединении например копирование обратное копирование давайте рассмотрим проигрывание файла в виде соответствующими параметрами итак как видим достаточно хороший интернет-центр без проблем осуществляется работа сетевых источников можно проблем использовать все достаточно хорошо тянет поэтому тем кто желает должен делать свой осознанный выбор необходимость его приобретения всем спасибо за внимание но это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания